друзья приветствую всех на канале птичий дом сегодня будет обзор на отсадники подобные отсадники я уже делал не знаю не помню выкладывал не выкладывал видос если выкладывал то подсказку вы увидите себя на экране в правом верхнем углу она сейчас всплывет но тогда эти отсадники были с деревянным бамбуковым прутком сегодня отсадники с металлическим с прутком из нержавейки причем один отсадник с мягким верхом второй отсадник соответственно обрешочен с прутковым верхом с прутковым верхом вот что-то я стал заговариваться по размеру отсадники 23 13 13 где-то так плюс плюс-минус нам несколько миллиметров за счет равного расстояния между прутиков ну и там высоты высота там гуляет за счет фанеры мне вот этот вариант отсадников понравился больше всего скорее всего я буду делать нечто подобное то есть они небольшие не маленькие на мой взгляд достаточно удобные и стал я делать отсадники из 6 миллиметров рейки стрелька здесь 6 миллиметров толщины они получаются очень легкие то есть он я не знаю там сколько он весит на грамм 100 150 наверно он есть может конечно больше к сожалению весов у меня под рукой нету не не могу точно сказать но весь это не меньше чем с 8 миллиметров рейка опять же я стараюсь ставить фанеру потоньше если есть если есть тройка то стараюсь ставить тройку ну и они подойдут в принципе как для ловли так и для транспортировки фактически любой птицы то есть то же самое чищи гол там реполов овсянка не знаю снегирь без проблем развернуться в нем без проблем будут сидеть будут кричать но а также можно кого-то транспортировать в них ну понятное дело что для всяких там дроздов возможно щуров они маловаты но в общем и целом если цель стоит там из точки а в точку б доставить какую-то птицу даже того же самого дрозда в принципе его можно посадить в этот отсадник он там развернется повернется жив будет там час-два-три он в нем проведет без особых проблем как я уже говорил пруток в этих отсадниках металлические расстояние между прутками 15 миллиметров что в принципе позволяет транспортировать и выносить на ловлю в них фактически любую зерноядную птицу этого более чем достаточно для тех же самых щеглов чижей и так далее и тому подобное ну единственные кто может просквозить между прутками это не знаю молодые чижовки там вот осенние ну либо московки но опять же под тех же самых московок крапивников и прочую мелочевку я делаю отсадники с 10 миллиметровом расстоянием между прутиков все особо не вижу смысла в 12 миллиметрах среди в средней величине то есть ну скажем так не рыба не мясо получается что и прутка вроде как расход больше чем при 15 миллиметров и работы больше но чуть поменьше чем при 12 миллиметров но и так вот эти вот там не знаю при разница в цене там если посчитать прикинуть все получится 30 рублей 25 30 рублей ну как по мне это не настолько глобально проще там либо вот такого плана заказать либо уже совсем маленьким расстоянием между прутиков дабы уже быть уверенным что сто процентов не вылезет и сто процентов отсадник с десяти миллиметрами между портков не пробьет ни один хищник то есть не ласка не залезет не перепелятник не сможет когтями до птицы дотянуться то есть ну а 12 миллиметров тоже как бы понятное дело что зернояд не вылезет ну а мелкая московка вполне себе может проскочить крапивник скорее всего проскочит поэтому вот такое все занятие делать 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 такие расстояния между прутиками смысл в этом особо не вижу ну и что еще хотелось бы сказать про эти оценки один из них увидеть с мягким верхом сделан там под каких-либо овсянок птицы могут скидываться могут делать свечки человек попросила сделал один такой один такой соответственно один там для транспортировки 2 именно для выходов на ловлю ну и мягкий верх сделан из сетки малялочница которую можно купить там фактически в любом рыбацком магазине на метраж ну единственное что смотрите ячейку чтоб ячейка была небольшая у меня там 12 на 12 ячейка вот в принципе тут говорить больше нечего дверка дверка с одного из 100 с одного из торцов то есть тут все понятно птичку посадили дверочку закрыли почему нету закрывашек ну потому что сейчас я их поставлю уже перед самой отправкой стараюсь ставить закрывашки в последний момент дабы лак максимально высох и не оставлял на закрывашки не оставляли на лакокрасочном покрытии никаких следов да ну и наверное стоит сказать что для отсадников запахов и так далее и тому подобное я использую лак матовый и лак тот же самый лак не боится воздействия влаги то есть это специальный лак для сауна с добавлением воска как показала практика он очень хорош при эксплуатации при жесткой скажем так эксплуатации вот наверное то больше рассказывать ничего всем спасибо большое за просмотр оставляем комментарии ставим лайки заходим подписываемся на группу вконтакте если что-то заинтересовало можно там заказать если нету вк пишем ватсап ссылочка на ватсап будет в описании к видео еще раз спасибо за просмотр всем удачи хорошее настроение пока